МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здарова, чуваки! С вами Александр Дегтярев и это 35-й выпуск передачи Рок Ньюз. Пожалуй, начну видео с небольшого совета. Рекомендую к просмотру канал Кинокиллера. Парень стебется над фильмами ужаса, советую достойных представителей этого жанра. Ведь мы любим фильмов ужасов, так? Плюс он начал делать отличные обзоры на рок-альбомы. Меня вот зацепила рецензия на корнеза Сиренити Офф Сафферинг. А совсем скоро он расскажет о новой пластинке Металлики. Так что рекомендую ознакомиться. Ссылка в описании к видео. И мы сразу начинаем с самой главной сегодняшней новости. Это свершилось! У Металлики вышел новый альбом. Да! Мы ждали 8 лет! 8, мать его, лет! Десятый полноформатный альбом Металы вышел! Да каким бы он ни был, это уже событие! А ведь он еще и хороший! Открывает альбом уже нам знакомая песня Hardwire, которая задает бодрый и веселый тон. И именно такими и должны быть открывашки. А далее нас ждут еще 11 отличных треков. Ну не хочу я критиковать этих монстров в трэше. Зачем докапываться, ведь альбом действительно крепкий и бодрый. Да под него можно заниматься чем угодно! Например, начинать свой новый день. Новые песни вселяют силу и крепость духа. И да, если вы ждете от меня вдумчивой аналитики и профессионального взгляда, то вы ошибаетесь. Я никогда не был ярым фанатом коллектива, но тем не менее я очень уважаю эту группу, и многие песни мне действительно нравятся. Альбом классный! Мне, как обычному зрителю, все очень и очень понравилось. Конечно, каких-то мега-хитов для себя я не выделил, но если просто слушать целиком весь альбом, то общее впечатление выше всяческих похвал. Альбом цельный и крепкий, и веет от него каким-то аутскулом. Уверен, что фанаты в восторге, а это действительно показатель. Ну а теперь самое время переходить к Шот Ньюз. Ну что, вы готовы? Тогда мы начинаем стрелять! Вышел новый видеоклип от группы Devilman на песню «Хичкок Блонды». Напомню, что вокалистом в этом коллективе является Дэнни Филд, франкмен Кредел О' Филд. Вышел двухминутный видеоотчет фестиваля «Кнот Фест», рассказывающий о том, как в этом году проходил фестиваль «Слипнот». Тестамент опубликовали свое новое видео на песню «The Paul King». В конце ноября группа «Ария» на DVD и CD выпустит новый концертный альбом с записью юбилейного шоу, записанный при участии Валерия Кипелова и других экс-участников. Гомельские музыканты ТТ-34 выпустили свой новый видеоклип на песню «Гроб». Уральская индастриал команда «Ада» выпустили новый Макси-сингл «Мистер Эйч Джи Уэллс», в который вошли сразу три новых песни. Ознакомиться с ним вы можете по ссылке на экране, а также посмотреть нашу рецензию на этих ребят. «Блэк Саббат» 12 ноября для 13 тысяч человек в последний раз выступили в США. «Сипультура» выпустила первый сингл из нового альбома «I Am The Enemy», который доступен для всех поклонников, оформивших предзаказ «Машин Мезия», выходящий 13 января на «Нуклер Бласт». «Корн» выпустили новый альбом, если кто-то еще не знает. «The Serenity of Suffering». Именно так называется новое творение культовых нью-металистов. И пусть альбом вышел практически месяц назад, но я просто не мог об этом не рассказать. Альбом я ждал, хоть он уже и 14-й по счету, и группа регулярно радует нас новыми релизами. Это же все-таки «Корн». Сразу перейду к своим ощущениям. Как вы уже догадались, альбом отличный я. Слушаю и слушать буду с удовольствием. Хэд Уэлч еще раз доказал, что вернулся в группу не просто так. Мелодии запоминающиеся, риффы бодрые, эксперименты и фишки с вокалом на высоте. Если вы каким-то образом еще не слышали эту пластинку, то бегом в магазин. Ну или на крайняк на торрент. Но, тем не менее, я слышал разные высказывания и мнения по поводу этого релиза. Кто-то, видимо, просто устал от продуктивности банды, или просто вырос из этой группы. Люди порой обвиняют группу в излишней хитовости. Вау, да что с вами не так? Ведь именно это нас и цепляло в те далекие бородатые времена. Кто-то говорит, что «Корн» просто продукт, а не группа. Что они не вносят в свой саунд ничего нового и просто угождают фанатам. А как вы хотели? Вспомните тот злополучный дабстеповый альбом. Да вы своим хейтом делаете так, что ребятам просто не хочется экспериментировать над своей музыкой. Вот группа и записала новый альбом таким, каким вы его ждали, и экспериментировала только в рамках этого концепта. И что я хочу сказать по итогу. Ребята, не слушайте ничего профессионального и всякого другого мнения. Просто наслаждайтесь хорошей музыкой. Благо за Serenity of Suffering именно такая. И да, если хотите посмотреть на мое первое впечатление от альбома, то кликайте по первой ссылке в описании к видео. А там я вместе с каналом Роккин Ролльщик, слушаем альбом и высказываем свое мнение. Нажали? Молодцы! Теперь идем дальше. Новости из разряда. Ой, это так мило! Блэк металлисты украсили романтический снимок. Совсем недавно, буквально за два дня, один из романтических снимков пары, отмечавших помолку, посмотрели более 600 тысяч раз. И все благодаря тому, что на нем также запечатлены участники Cold Void. Ну-ка поподробнее. Молодая пара фотографировалась в осенней роще, на фоне деревьев, там и опавших листиков. Ну, как обычно. Внезапно они заметили неподалеку группу металлистов Корпс Пэнти. И вместо того, чтобы бежать куда подальше от этих сатанистов, ребята позвали их к себе, чтобы сделать романтический снимок. Вот это я понимаю, креатив! Пара была очень удивлена и обрадована тем, что ребята согласились. После съемок металлисты подарили влюбленным свое демо, которое счастливые обладатели шикарного фото слушали в поездке домой. Вот такая забавная история. Аскинг Александрия вернули своего старого вокалиста. Вот это поворот! После нескольких недель слухов, гитарист Аскинг Александрия Бен Брюс подтвердил, что команда рассталась с Денисом Шафоростовым и вновь объединилась с Дэнни Ворснопом. По словам Бена, они не выгоняли Дениса, он просто перестал с ними общаться. Сам Денис сказал, что он очень рад, что вновь будет работать со своими старыми добрыми друзьями, а также отказался как-то комментировать причину ухода Дениса, сказав, что все, что произошло между ними, остается между ними, и только они в состоянии озвучить причины. Фанаты отнеслись к этому событию по-разному, но я точно уверен, что олдфаги реально рады. Вам мало на сегодня трэша? Тогда вот вам еще. Питерская команда «Диверсант» выпустила новый сингл. Ты считаешь себя мясом с кровью? Ты мешок с костями? Ты фарш в руках политиков? Нет? Вот и «Диверсант» считает, что хватит быть пешками в чужих грязных руках. Сингл «Мясо с кровью» — это протест, это сровый и честный разговор с тобой, слушатель. Группа «Диверсант» уже не в первый раз радует меня качественным музулом. Совсем недавно мы обозревали их альбом «Ты это?». Если вы не видели этот выпуск, то найдете ссылку в описании к видео. Наши питерские трэшеры, настоящие аутскульч, играют хорошо и сочно. Что уж там, я даже назвал бы их питерской пантерой! Новый сингл получился крепким и запоминающимся. Кроме того, в нем затронута очень серьезная тема. И все это окутано мрачной атмосферой. А для любителей зарубежного звучания есть английская версия песни. Ставлю синглу «Мясо с кровью твердую пятерку». И хочу лишь одного — послушать, ребят, вживую. И в конце выпуска немного отечественного андеграунда. Московская группа «Биопсихоз» выложили в сеть новый седьмой по счету альбом. Уверен, что многие из вас даже не слышали такого названия. А тем временем «Биопсихоз» является одной, если не самой яркой и эпатажной группой на территории РФ. Чего только стоят их живые выступления с обилием огня, спецэффектов, фрик и хоррор-шоу. На их концертах попадаешь в тягучую, вязкую субстанцию из пороков желаний и чистого разума. Их тексты многогранны, умны и интересны. Их клипы ярки и необычны. Каждый раз ждут нового альбома, как нового откровения от группы. Каждый релиз «Биопсихоза» — это как развитие и становление новой личности. И вот в сети новое творение, новый ребенок, новый плод под названием «Касание». Неискушенный слушатель может не понять такой музыки. Она многослойна и хаотична. В такую музыку въезжаешь не сразу. И с каждой новой работой рисунок песен все сложнее и сложнее. Но если вы все-таки поймете их, то навсегда влюбитесь в «Биопсихоз». Советовать такое могу только на свой страх и риск. Но ознакомиться все-таки рекомендую. На данный момент я прислушиваюсь к альбому. В последнее время сразу въехать в них у меня не получается. Но по прошлому опыту знаю, что многие песни мне понравятся и поселятся в моем плейлисте. Ну что ж, на то он и андеграунд, чтобы нравиться не всем и не всегда. Такая музыка для узкого круга ценителей. И если вы такой человек, то «Биопсихоз» станет для вас настоящим сокровищем. А еще сегодня у моей любимой девушки Марии день рождения. Дорогая, поздравляю тебя с этим днем и желаю всего самого металлического. Чуваки, приглашаю вас на крутой гик 10 декабря в Казани. В клубе «Амнезия» состоится первый металл-фест под эгидой «Волга Метал Комьюнити». Для вас будут играть 7 групп из 5 городов Волги. Также ваш покорный слуга тоже будет там, для того, чтобы снять классный репортаж. Увидимся 10 декабря, Амигос. Ссылку на мероприятие найдете в описании к видео. На этом выпуск заканчивается. С вами был Александр Дегтярёв. Как всегда ставил лайки, подписывайся и до скорой встречи.